Готовность объекта моста в створе улиц Шевченко и Смычки 68%. Он свяжет Засвиярские и Ленинские районы. На данном этапе рабочая бригада приступила к сборке металлоконструкций пролетов для переправы. Их изготовили на заводе в Улан-Удэ. Первую поставку подрядчик принял в начале июля. На объекте приступили к монтажу балок. Ход работ находится под личным контролем главы региона. Временные опоры для приемки и сборки пролетового строения выполнены 100%. Опорные части смонтированы 100%. Приступили. На данный момент ведутся работы по сборке металлических пролетового строения. На сегодняшний день это привезено 40 тонн. 300 тонн планируется отправиться с завода. Они уже готовы в июле месяце. Всего планируется возвести 7 пролетов и 8 опор. В длину переправа будет достигать 200 метров. Губернатор Алексей Русских поставил задачу мостостроителям ускорить темпы работ. Движение транспорта на объекте должно открыть до конца этого года. Для выполнения цели глава региона распорядился обеспечить подрядчика бесперебойным финансированием. Июль, август практически все пролеты будут уже здесь на месте. В октябре будут производиться работы по уже железобетонному пакетию. Асфальт будет выкладываться. И, по крайней мере, я ставлю подрядной организации задачу декабря этого года открыть движение через данный мост. Планы амбициозные, но выполнимые, считает подрядчик. По мере поступления материалов работать бригада планирует в две смены. Сейчас на площадке задействованы 20 специалистов и 10 единиц техники. Как уверяют ответственные лица, на данном этапе этого достаточно. Основной массив работ скрыт от глаз наблюдателей. Самое главное, что у нас есть – опоры. По опорам здесь очень сложные вопросы, потому что в каждой опоре по 20 свай длиной до 17 метров. Бетон здесь выложен на каждую опору, если взять по основанию, порядка 250-300 кубов. То есть здесь мощное основание, я вообще сейчас просто не вижу. Проект по выносу водопровода и газовода на двух берегах на завершающей стадии утверждения. Позже специалистам предстоит построить локальные очистные сооружения для отвода воды с будущего моста. Строительство ведется по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». Александра Никитина, Олег Тончин, Уллправда ТВ.